Девушки отдыхают Очень давно я видела сон. Я устраивала прием в настоящем дворце. И вот потребовалось много лет, чтобы я это осуществила. Мне очень хочется, чтобы наши коллеги, партнеры, друзья из банков оценили всю ту работу, которую мы проделали. Хочется, чтобы вы приходили, ценили. Мы любили друг друга и обменивались только положительной информацией. Потому что надо выживать и надо выживать красиво. И все для этого Российская Федерация, как вы видите, имеет. Гости церемонии чувствовали себя на императорском балу. Во дворец они шли по аллее, где их встречали нарядные барабанщики. Двери открывали привратники, одетые в костюмы времен Екатерины. Зал наполняли звуки арфы. В соседнем зале разместилась фотовыставка, героев портала «Финпати». После завершения церемонии гости, узнавшие себя на фото, могли забрать снимки на память. У входа в главный зал расположился мегабар генерального спонсора церемонии компании «Открытие Брокер», где гостей угощали эксклюзивными коктейлями. Это какие-то восхитительные эмоции. Когда ты идешь, темно, Москва, и играют барабаны, оказываешься как будто в каком-то другом мире. К сожалению, я здесь никогда раньше не был в дворце, а историю очень люблю. И про него раньше про дворец читал, естественно, поэтому очень хотелось сюда попасть. Поэтому приятное с очень приятным совмещаю. Очень понравилось, потому что я очень люблю историю. И виртуально сотни лет назад этот дворец был, здесь была Екатерина II, проезжала и так далее. Очень интересно. Зал впечатляет, конечно, это вы большие молодцы. Чувствуется, что банковская система на подъеме, прям вот она растет. То, что это юбилейная церемония, это сразу видно. Здесь потрясающая атмосфера, очень энтуражная, соответствующая юбилейному событию. Шикарный дворец, красота, барабанщики проводили сюда, встретили, но пока все очень нравится. Мы только в этом году начали работать с Банки.ру. Я очень рад, на самом деле производит очень большое впечатление даже с самого начала. А уж барабанная дробь вообще выше всех. Я очень рад встретиться с людьми, которыми мы работали, сейчас мы являемся коллегами, общаться, поделиться практикой, может быть, хорошо отдохнуть. Сенте, интерес, какие красивые девушки. Это 18-х годовый филинг. Так что, ну-ну-ну, очень красиво. Большое спасибо организаторам. Реальная возможность прикоснуться к истории и к всему богатству вообще архитектурного ансабля. Мы ожидали увидеть скучных банкиров и скучный какой-то ивент, а сейчас находимся в некотором шоке от красоты. Ну, я считаю, что это шикарно, когда такой прекрасный портал развивается так активно, и новые игроки приходят на разные рынки, и вы о них пишите. Это замечательно. И снимается тем более. Очень впечатлен выбором места, потому что вот проезжаешь по Ленинградскому шоссе обычно, слева видишь такое красивое здание, и не всегда удается сюда попасть. Я был оглушен при входе во дворец. Я был ослеплен иной красотой всех сотрудниц банки РУ всего этого холдинга. Восхищен, как всегда, тем, как организована эта церемония, и тем, насколько она честна своей беспристрастностью. Бог дал мне власть, как тяжкий крест. Я этот крест, одна, как персть, буду вести. Пока жива, так я хочу. Могу, должна. Екатерина Великая, императрица российского, сквозь века передает нам эстафету славных дел во имя России. Начав 12 лет назад как информационное агентство, сегодня мы являемся агрегатором финансовых услуг, потому что того требует время и скорость развития общества. Из года в год холдинг банки РУ становится больше. Помимо банковского, наша сфера влияния уже распространилась на страховой, инвестиционные и телекоммуникационные бизнесы. Поэтому в этом году стало больше и номинаций, и призеров. По традиции победителей 2016 года определяло экспертное жюри, состоящее из сотрудников портала. Первую награду победителю народного рейтинга банку «Авангард» вручила генеральный директор холдинга банки РУ Динара Юнусова. Мы были победителями пяти первых народных рейтингов, а вот спустя годы мы снова первые. Победителем народного рейтинга страховых компаний стало зетострахование. Компания «Билайн» получила стеллу в номинации «Народный рейтинг сотовых компаний». Звездой номинации «Лицом клиенту» была признана Наталья Смирнова, старший вице-президент банка ВТБ-24. Главный редактор «Банки РУ» Наталья Романова объявила победителя в номинации «Пресс-служба года». На сцену за наградой поднялся представитель компании «Альфа-страхование». Из рук Сергея Вильянова, главного редактора портала «Банкир.ру», статуэтку «Мобильное приложение года» получил представитель Сбербанка. Своя номинация была и у вишенки на торте нашего холдинга, портала «Финпати». Его главный редактор Юлия Решетова вручила статуэтку представительнице Банка «Открытие», который победил в номинации «Вип-офис года». В номинации «Вклад года» победил СМП «Банк». Самый выгодный кредит на рефинансирование предложил ВТБ «Банк Москвы». Кредит года ВТБ «Банк Москвы». Поздравляем! Лучшим ипотечным продуктом стал вторичный рынок «Промсвязьбанка». Кредит Европа «Банк» забрал статуэтку за лучшую дебетовую карту года. Но эта награда оказалась не единственной. Кредитная организация также получила Стеллу за спецпредложение года. Когда мы начали создавать эту карту с коллегами, мы верили в ее успех. Мы знали, что она будет лучшей картой. И вдвойне приятно, что этот успех подтвержден с помощью такого портала, такого холдинга, как «Банк Роман». Лучшую онлайн-заявку на дебетовую карту предложил клиентам «Локобанк». Также сразу две награды достались банку «Ренессанс Кредит». Первая – за лучшую кредитную карту. Вторая – за лучшую онлайн-заявку на потребительский кредит. Неужели прям за 10 минут так быстро реагируете? Не может быть! В первую очередь хочу поблагодарить за эту награду. Ушли от ответа. Хорошо. Действительно, мы очень много работаем над качеством нашей интернет-заявки, над скоростью реакции и над конверсией. Безусловно, для нас очень почетно получить награду от такого известного портала, как «Банк Роман». Спасибо. Давайте в следующем году за 7 минут. Мы подумаем. За страну я чаду до края, до края, до края. Песня «Роман». Гостям церемонии с приветственным словом обратились партнеры вечера. Олег Кожевников, представитель компании «Майсис», и Артем Стрельчонок из компании «Софтклуб». Мы иностранная компания, наш головной офис находится в Лондоне. И, конечно, этот путь за эти 25 лет были непростыми, но, несмотря на все эти трудности, несмотря на 1998, 2008 и 2014 год, мы здесь, мы соответствуем требованиям местного рынка, и мы преодолеваем все сложности. Всем привет из братской Белоруссии. Мы рады вас приветствовать также. На самом деле, действительно, когда часто общаешься с западными коллегами, очень сложно им объяснить порой, что такое валютный контроль, что такое проводка в закрытом банковском дне, вчерашнем. И мы здесь видим большую синергию в том, что компания «Майсис» действительно представляет передовые современные технологии, а мы им очень хорошо разбираемся в том, о чем было сказано в предыдущем предложении. Я уверен, что в скором будущем белорусский «Эссенс» займет такое же место в головах банкиров, как и белорусский лосось и белорусские креветки в головах простых россиян. Аналитики холдинга вручили награды еще в трех престижных номинациях. Открытием года наши сотрудники единогласно признали «Почта-банк». Мы стали открытием года. Если будем хорошо работать, будем авангардом года и даже ренессансом года. Но я вам обещаю. Да простят меня коллеги, они здесь тоже есть, я знаю. Через пять лет мы будем «Сбербанком» года. Спасибо. Лучшей страховой компанией 2016-го по версии «Банки.ру» стал Инго Страх. Впервые в истории церемонии появилась номинация «МФО года» и ею стали домашние деньги. Я хочу вам сказать одну вещь, и поверьте мне, что это искренне. Я начинаю в шесть утра день с «Банки.ру», а заканчиваю в час ночи с «Банки.ру». И мне это очень нравится, и мне это очень по душе. Финансовая корпорация «Открытие» забрала статуэтку в номинации «Рекламная компания года». «Банкиром года» наша авторитетная жюри назвала Владимира Комлева, председателя правления национальной платежной системы «МИР». Ну а самый главный приз и почетное звание «Банк года» впервые за всю историю премии разделили сразу две кредитные организации – Сбербанк и Тинькофф Банк. Спасибо порталу «Банки.ру». Я думаю, вы будете оригинальны и не скажете этого. Нет, нет, нет. Большое спасибо. На самом деле, я бы мог не сказать, но вот Сергей Буланкин, глава нашего клиентского обслуживания, он слезно просил, он проиграл в «Ангарду», он так бы вышел и сказал бы сам. Мы 10 лет назад появились, это 10-я церемония, поэтому там очень приятно 10 лет с «Банки.ру» по всем направлениям и по старым и по новым сотрудничать. Действительно уникальный проект. Большое спасибо, Елена Филипповна. Артем, я услышала, что из всего вашего банка нас любит только Буланкин. Спасибо. Буланкин любит больше всех. Очень приятно, что наши коллеги через 5 лет мечтают стать Сбербанком года. Мы хотим через 5 лет уже не быть банком, а быть маркетплейсом огромным. Так мы уже маркетплейс, места заняты. Мы уже состоим. Места заняты. На самом деле, если по-честному, это награда всей команды банка, всех 300 тысяч человек, которые работают с нами, всех, кого меняют на роботов. Ну оставайтесь людьми Сбербанка, пожалуйста. Я захожу специально на ваших людей посмотреть. Не нужны нам роботы, мы за людей. Это большой, большой сюрприз. Мы очень долго к этому шли. И в последний момент, перед Новым годом, Дедушка Мороз нам последние баллы принес. Мы очень-очень рады реально. Довольно безумно заслуга большой, огромной команды Private Banking открытие получить эту награду и нашего архитектора Харана Морозова. Вы же банкер, а мы страховая компания. И премии такой не было, и номинации не было. Поэтому это вдвойне и втройне приятно. Честно, не ожидала, потому что достаточно давно работаем на банке.ру, достаточно давно с клиентами, удовлетворяем все просьбы, все потребности, все проблемы. Ребята очень активно там работают. В топ-10 мы уже добрались до третьего места. Еще чуть-чуть для теньков мы сделаем. Единственный банк, единственный банк, кто взял сразу две сатуеночки. Это очень приятно. В следующем году возьмем всех. Так и будет. Ожидали, очень рады, потому что действительно мы на первой премии банкеру получали первое место в народном рынке. На второй, третий, четвертый, пятый. И вот сейчас снова на 10-й юбилей, но очень приятно держать первое место в руках. Не ожидал. Первая для нас награда банк года очень счастлива. Так важно, что МФО стала номинацией для МФО. Это первый раз у банков РУ. И это подтверждает, что МФО является уже значимым сегментом финансовой жизни нашей страны. Это классно. Спасибо вам большое. Банку нет еще и года, как почта банку. И уже какие-то призы в части портала банки РУ означают, что нам надо еще трудиться для того, чтобы оправдать эту новацию. На самом деле хотелось поблагодарить всю команду портала банки РУ, который помогает нам продавать продукты. И хотелось поблагодарить всю команду Лукобанка, включая акционеров, которые оказывают нам всегда поддержку в любых решениях, и в легких, и в тяжелых. Приятно. Мы очень горды получить эту премию. Спасибо большое порталу банки РУ за то, что отметили нас. Мы стараемся, мы делаем наше приложение лучше и будем радовать вас в будущем. Мы получили награду в той номинации, как оператор, который самым оперативным образом отвечает на пожелания клиентов, на их просьбы какие-то. Поэтому спасибо клиентам, спасибо порталу огромное. Первый раз вручает премию Телекома. Очень отрадно быть первыми. Яркой точкой юбилейной соревнований Банк Годы стал масштабный фейерверк. С крыльца старинного дворца гости наблюдали, как в черном московском небе расцветают огромные огненные цветы. В честь банковской индустрии, которая, несмотря на непростую экономическую ситуацию, остается сильной и смотрит в будущее с оптимизмом.